Итак, переходим на сайт filterforge.com Здесь доступна 30-дневная демо-версия Нажимаем Download, скачиваем программу и устанавливаем Она устанавливается как отдельная программа и как плагин для Photoshop Итак, после того, как вы установили программу, открываем FilterForge Итак, открываем программу Интерфейс достаточно простой, дружественный Слева у нас есть серия фильтров стандартных Дополнительно фильтры можно скачать непосредственно с сайта Там большое количество фильтров есть разнообразных, доступны они абсолютно бесплатно Вы также можете создавать свои фильтры и загружать на сайт Сейчас на примере какой-то фотографии я продемонстрирую работу нескольких фильтров Так, нажимаем File, Open Image, открываем какую-то фотографию В FilterForge можно редактировать непосредственно изображение А можно создавать какое-то изображение как бы с нуля Ну, к примеру, текстуру дерева Сейчас мы переходим к фильтрам Frames И вот для нашего вида Венеции добавляется вот такая вот красивая рамка Здесь есть несколько вариантов Какие-то другие варианты вы можете скачать с сайта Так, также есть вот, к примеру, раздел Creative Можно использовать всякие фильтры, которые будут имитировать рисунок Какие-то glow-эффекты И так далее Каждый фильтр имеет какие-то настройки Вы можете редактировать и получать различного рода эффекты Также есть эдитор фильтров Можно фильтры либо редактировать сам фильтр Здесь очень удобная нодовая система Либо создавать фильтры с нуля Давайте попробуем создать фильтр, который будет создавать из изображения бесшовные текстуры Для этого переходим в фильтр New Открывается фильтр Editor Давайте, наверное, сразу сохраним фильтр Вот здесь внизу нажимаем Save Filter У нас запрашивается Введите имя Ну, к примеру, введите Image Tile Fix И нажмите Save У вас появляется категория My Filters И вот здесь в списке вы видите фильтр с названием Так, выделяем данный фильтр Image Tile Fix И вот здесь в правой верхней части, вверху, нажимаем Filter Editor Нас спрашивают Редактировать этот фильтр, либо создать новый Выбираем редактировать этот фильтр Edit This Filters Далее нажимаем Open Editor Значит, мы видим сейчас непосредственно область фильтра-эдитора Значит, вот здесь в центре такая вот ячейка результат К ней мы сводим все результаты нодовой системы Слева здесь мы можем так вот растягивать данное окошечко Здесь Preview Ну и какие-то настройки фильтра Итак, в верхней части правой Здесь у нас есть компоненты Итак, нажимаем Компоненты Далее из списка выбираем External И выбираем Image То есть на входе у нас будет изображение И просто перетаскиваем Image вот сюда Итак, компонент Image мы добавили И можем его присоединять к другим компонентам Вот здесь у нас такая зеленая стрелочка Мы ее так вот можем перетаскивать И в данном случае я перетаскиваю к компоненту результат Значит, пока это действие отменяем У нас будут промежуточные компоненты Значит, для этого необходимо как бы освободить немножечко место Значит, я выбираю компонент Image И на входе у нас будет, конечно, другое изображение Итак, нажимаю File Open Image И выбираю нашу текстуру Которую, точнее, на которой мы еще шов не редактировали А текстура в моем случае называется VOOT01 Значит, на превью вот здесь вот мы видим данную текстуру Теперь будем добавлять еще другие компоненты При помощи которых мы сделаем бесшовную текстуру Теперь переходим в компонентах к разделу Patterns И выбираем Free Rectangle При помощи данного компонента мы можем делать прямоугольные выделения С таким вот полупрозрачным переходом Итак, перетаскиваем данный компонент вот сюда Теперь выделяем компонент Image И стрелочку перетаскиваем вот сюда, в эту ячейку, в ячейку Color Теперь мы можем на превью посмотреть результат Для этого щелкаем на компонент Free Rectangle И в окне превью введен результат Сейчас нам необходимо будет подредактировать параметры И сделать выделение нужным нам образом Итак, редактируем параметры StartX Давайте поставим значение минус 0,2 Так, теперь StartY Также минус 0,2 Теперь EndX Поставим 1,2 Все изменения, которые происходят, вы видите на превью Следующее редактирование Это параметр EndY Окончание по Y Давайте поставим 0,25 То есть у нас появляется вот такое вот выделение Далее параметр Corners Ставим 0 Так, и BellWiz Ширина Ну, давайте, наверное, поставим Ну, примерно 100 Так, остальное мы не трогаем На превью видно Как мы получили вот такое вот Плавное выделение В верхней части С таким полупрозрачным переходом В принципе, то же самое, что мы делали в фотошопе Копировали область А потом резинкой стирали То есть вот этот плавный полупрозрачный переход Это как бы результат резинки в фотошопе Так, теперь нам необходимо сделать флип данной области Теперь переходим к компонентах к разделу Transform Выбираем флип, перетаскиваем Далее Вот компонентом FreeRectangle Стрелочку перетаскиваем к флипу в раздел Source Так, по умолчанию здесь нам параметры подходят Это по иксу 0.5 По игреку также Так, и ставим галочку Flip по игреку И видим на превью результат Ну и соответственно редактируем Расположение компонентов, как нам удобно Нодовая система очень удобная Она как бы удобна своей наглядностью и простотой Итак, один край мы подредактировали Однако нам необходимо сейчас смешать вот это изображение, которое получилось С основным изображением То же самое, что мы и делали в фотошопе Итак, переходим в компонентах в раздел Processing Выбираем Blend Компонент смешивания Далее Из компонента Flip Перетаскиваем стрелочку в Blend компонент В ячейку Fireground Так, теперь выделяем вот этот компонент Image И от него тянем стрелочку вот сюда В Blend К ячейке Background И смотрим на результат И также для удобства вы можете каким-то образом передвигать Я, к примеру, вот так передвину компоненты А чтобы хорошо было видно стрелочки Что с чем связано Теперь в компоненте Blend Подредактируем параметр Opacity Поставим не 50, а 100 Теперь создадим еще один компонент Free Rectangle В принципе, можно не из компонентов выбирать А скопировать предыдущий Итак, выделяем Free Rectangle Edit Copy И по пустому месту В Editor Щелкаем правой кнопкой И выбираем Paste Вставить Теперь щелкаем по данному компоненту И подредактируем параметры Итак, параметры Start Поставим 0,25 Далее Это Start X Start Y Поставим 1,2 Так, теперь End X Поставим Минус 0,2 И End Y Также минус 0,2 Corner 0,2 Corner 0 и Bell With Поставим в стул Остальные параметры Оставляем по умолчанию Итак, если щелкнем и посмотрим на превью данного компонента Free Rectangle Который мы сейчас подредактировали Вот здесь зеленым показано Показано выделение Которое мы сделали Так, теперь необходимо нам соединить компоненты Значит Наведем небольшой порядок Раздвинем компоненты Так, теперь от бленда Стрелочку перетаскиваем вот сюда В следующий Free Rectangle В ячейку Color Сейчас нас интересует компонент Flip Выделяем предыдущие Просто копируем его И вставляем вот сюда Так, стрелочку от Free Rectangle Последнего перетаскиваем к флипу В ячейку Search Далее выделяем Flip Значит Параметры Origin по X 0,5 Оставляем Origin по Y 0,5 Оставляем Единственное, что Поменяем параметры Flip По Игреку Снимаем галочку Оставим Flip По X Смотрим на результат На превьюшке Выделяем компонент Flip И видим Что теперь у нас Выделена Правая сторона Ну в принципе То же самое Что мы и делали В фотошопе Далее нам необходимо Сделать Еще раз Blend сделать Смешивание Для этого можно Выделить Предыдущий компонент Blend И скопировать его И так же Вставляем Вот сюда Так Теперь От Компонента Flip Стрелочку Перетаскиваем Foreground В Blend И Так Смотрим на превью Видим вот такую Темную область И вот такой Переход Нам необходимо Вот этого Предыдущего Бленда Стрелочку Перетащить В последний Blend В ячейку Background Так И смотрим На результат В принципе Мы практически Закончили Так Теперь Вот эта ячейка Результат Она у нас будет Последняя Мы стрелочку От бленда Последнего Перетаскиваем В результат В ячейку Так В принципе Фильтр мы создали Еще раз нажимаем Save Filter Сейчас Наш фильтр Не имеет настроек Работает Автоматически Давайте Добавим Пару настроек Итак Выделяем Фильтр Filter Editor Edit This Filter Open Filter Editor Так Теперь Нажимаем Компоненты Controls И выбираем Checkbox Control Перетаскиваем Вот сюда Теперь от Checkbox Control Стрелочку Перетаскиваем К первому Компоненту Flip Так А именно Сейчас посмотрим К какому параметру А именно К параметру Flip Y Так Flip Y А для того Чтобы мы могли Отключать Либо включать Данную функцию То же самое Сделаем Для Последнего Компонента Flip Checkbox Control Перетаскиваем Вот сюда Стрелочку В этот раз Ставим на Flip По X Вот так Так Теперь Выделяем Компонент Результат Точнее Вот этот Фильтр Control Под компонентом Результат И мы Видим Что у нас Появились Галочки Flip По X И Flip По Y И Вот здесь Ячейки Результат Filter Control Значит Есть такие Параметры Randomize Они как бы Делают Вариацию Мы эту Вариацию Должны Отключить Значит Щелкаем Вот на Эту Кнопочку Так И В параметрах Parameters To Randomize Ставим Первую Галочку Variation Only Так И Нажимаем ОК Save Filter Нажимаем Так И теперь Смотрим У нас Здесь есть В настройках Settings Фильтра Есть галочки По X И по Y То есть Когда мы Снимаем Текстуру Текстура Как бы Остается По умолчанию Без изменений Ставим Галочки По X Добавляется По одной Стороне Убирается Шов Ставим Галочку Flip По Y И у нас Добавляется По другой Стороне Убирается Шов Кстати Вот эти Названия Flip X И Flip Y Мы можем Изменять Непосредственно Уже На самом Фильтре Компонент Сейчас я Это Продемонстрирую К примеру Выделяю Вот этот Checkbox Control И можно Поставить Допустим Другое название Задать Fix Tile По X Точнее По Y И Следующее Fix Tile По X Так И Save Filter Теперь Сохраним Полученное Изображение Файл Save Image As Значит Сохраняем Ну к примеру Под другим Именем VOOT01 TileFix 02 Нажимаем Сохранить И Качество Квалити Выбираем 100% И нажимаем ОК У нас Идет Рендеринг И сохраняется Изображение Итак Мы создали Фильтр При помощи Которого Будем создавать Дальнейшем Бешовные Текстуры Конечно Данный Фильтр Подходит Не для Всех Изображений А к примеру Для Древесины Для Цемента Для Какой-то Брусчатки Это Очень Хороший Вариант Сейчас Я на Другом Изображении Продемонстрирую Вам Результат Итак Я к примеру Открываю Вот Такой Вот Цемент Ставлю Галочку Flip По Иксу И Тайл По Иксу И Тайл По Игреку И Сохраняю Данный Результат Теперь Я перехожу В 3D Макс И вот Здесь Я подгрузил Текстуру Без Из этих Изменений Без Изменений Без Обработки Видим Что Есть Шов Вот Здесь Он Проходит И Вот Здесь Сейчас Загрузим Уже С изменениями Текстуру Обратите Внимание Что Шов Уже Теперь Не Заметен Загрузим 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 Загрузим